Здравствуйте, гости, дорогие! В этом году в Москве проходит более 400 масленичных гуляний. По традиции на них провожают зиму. Помимо уличных забав, на вечерках россияне празднуют скорый приход весны. Шутками и прибаутками, играми и хороводами, непременно по солнцу, то есть по часовой стрелке, помогают светилу прогнать зиму. Поют веселые песни, которым по 200, а то и по 300 лет. Приходят действительно люди, которые, даже если впервые они окунулись в такую атмосферу и услышали эти песни, если они никогда этого не слышали, у них начинает просыпаться что-то такое очень давнее, истинное, корневое. Кто-то смеется, кто-то плачет на программах, и они просто очищаются и тянутся к этому. Кроме прочих лакомств, на масленицу угощают блинами. Это символ праздника, олицетворяющий солнце. Но помимо встречи весны, праздник имел большое значение для тех, кто в Новом году собирался обзавестись семьей. На масленицу чествуют молодых супругов и собирают молодежь для игр. Свадебные обряды являются основными в масленичном цикле. Помимо встречи весны, это как бы Новый год. Новый год, и все, что в Новом году люди хотят получить, закладывается именно накануне Нового года. Да, раньше в старину славяне празднули Новый год 21 марта. Своё название праздник получил от того, что отмечается перед Великим постом, когда уже нельзя есть мясо. В это время разрешается употреблять молочные продукты, и все стараются погулять в волю перед заговеньем. Народные проводы зимы – один из самых любимых и весёлых праздников у россиян. То, что соблюдаем традицию эту старую, масленицу, придерживаемся, это очень даже замечательно. Чтобы всегда хоть такие праздники проводились, чтобы больше поднимали эту историю, масленицу, всё это, как было всё раньше. Мне понравилось всё, особенно понравились блины, как они хорошо их делают. Мне понравились песни, игры и конкурсы. Прощание с масленицей завершится сжиганием соломенного чучела. Так в старину символически избавлялись от старых проблем.